Здравствуйте, уважаемые коллеги! Для меня большая честь выступать перед вами с докладом под названием «Мобильность студентов Китая». Хочу начать с первой ситуации с учёбой за границей. Первый пункт. Анализ причин выбора обучения за границей. В посредстве укрепления культурного взаимодействия между разными народами, сила экономики и духовной культуры Китая возрастает в день от дня. И всё большее количество китайских семей рационально и целенаправленно выбирают обучение за границей. И учёба в другой стране становится обязательно направленным направлением развития китайского образования. Согласно статистике китайского сайта, посвящённой обучению за рубежом, ключевым фактором при выборе обучения за границей стали расширение кругозол, накопление опыта, желание в лучшие условия для учёбы. При этом количество студентов, выбравших расширение кругозол и накопление опыта, составляет 63%, а процент тех, кто желает в лучшие условия для учёбы – 67%. Второй пункт – анализ желаемых для обучения стран. Несмотря на ежегодное увеличение количества китайских учащихся за рубежом, учащихся и родителей по-прежнему отдают предпочтение известным и привычным для обучения странам. Например, США, Великобритания, Австралия. Наряду с этим Канада, Голландия, Корея, Сингапур и Россия тоже постепенно попадают под внимание китайских учащихся. Помимо вышеперечисленных стран, такие страны, как Голландия, Иранция, Италия, Испания, Аргентина, а также страны Юго-Восточной Азии, также привлекают немало учащихся по зарубежным странам, немало китайских студентов. Таким образом, распределение китайских учащихся по зарубежным странам в целом представлено структурной высокой концентрации и широкой распространённости. Третий пункт. Анализ желаний специальности. Учащиеся за рубежом проявляют достаточную гибкость и разнообразие в выборах специальности. Большинство учащихся выбирают специальности, связанные с предыдущим образованием или специальности, популярные в своей стране, например, в финансовых делах, в бухгалтерии, в управлении экономикой и так далее. Согласно статистике сайта по трудоустройству, среди опрошенных учащихся 17% специализируются на инженерном деле и прикладных технологиях, около 50% выбирают экономическое управление и финансовое дело. Шесть процентов выбирают гуманитарные науки и средства массовой коммуникации. Третий пункт. Анализ уровней зарубежного образования. По мере увеличения социального диапазона обучающихся на рубежом, возрастные рамки учащихся также день от дня расширяются. За последние годы количество школьников и поколадов, уезжающих учиться за границу, непрерывно увеличивается. И происходит все больше диверсификация уровней образования, желающих обучаться за рубежом. Согласно отчету по динамике обучения за границей, количество учеников старше школы и среди учащихся за рубежом составляет 38%. Бакалавров 51% и магистров 15%. Мы сейчас посмотрим ситуацию учебы в России. Во-первых, анализ распределения зарубежных городов для обучения. Обобщив данные от посольства Китая в России, организаций студентов и иностранцев и обвлекованные в России данные, мы пришли к выводу, что в данный момент в России обучается около 40 тысяч китайских студентов. Среди них до 50% и до 60% распределены среди Москвы, Санкт-Петербурга и других средних и крупных городов, а также примыкающих к ним районах. Кроме того, за последние годы возросло количество китайских студентов, обучающихся в небольших городах Дальнего Восточного района, Центральной и Западной России, нахмерах в Казани, Нижней Новгороде и так далее. Во-вторых, анализ профессиональной направленности. Как раз на статистике сайта зарубежного раздела «Жемиль-Жемау» китайские участники в России выбирают те же специальности, что в США и Европе. В основном это финансовые отделы, локоделия и управление. Специальности, связанные с русским языком, также составляют большой процент. Это свидетельствует о сохранении в современном обществе воспонимания развития Китая, в первую очередь, как экономического развития. В-третьих, анализ уровней зарубежного образования. За последние годы количество желающих обучаться в Багарабриасе удвоилось, а рост количества выборов общения в магистратуре, наоборот, замедлился. По этой причине, в Китае новой тенденцией в образе заграничного обучения стало омоложение учащихся. Согласно статистике отдела образования посольства китайских в России, процент Багарабров, обучающихся в России, составляет 45%. Магистров – 35%, докторантов – 20%. Четвертый, анализ преимуществ и недостатков обучения в России в качестве студента-иностранца. Преимущества обучения в России таковы. Первое. Несложно поступить на учебу. Для поступления на подготовительные курсы в любой вуз страны необходимо предоставить лишь свидетельство об обучении в светлоучебное заведение. После окончания курса и успешной сдать экзаменов можно поступить в Багарабриас по специальности. Второе. Стоимость обучения более выгодна, чем в США, чем в Европе и США. Это является одним из решающих факторов для родителей при выборе обучения в России. Третье. Большое количество всемирного и светлого университета, это, например, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, МГУМО и так далее. Анализ недостаток обучения в России. Во-первых, это вопрос личной безопасности. Вопрос личной безопасности всегда волновал желающих обучаться в России. В последние два года проблемы с общественным порядком сравнительно высокий уровень преступности, усугубление террористической опасности, способствовали падению привлекательности России для выезда на учебу. Во-вторых, языковая сложность. Русский язык является одним из самых сложных для изучения языков в мире. Часто встречается случай невозможного эффективного обладения специальностью по причине языковой некомпетентности. В отличие от английского языка, который широко распространен, интеграция русского языка в мировое сообщество пока не велика. В-третьих, недостаток внешних среды. Условия для проживания и обучения в России не так комфортны по сравнению с условиями в США и европейских странах. Климат относительно холодный. Все эти вопросы учащиеся вынуждены принимать во внимание. В следующем мы проанализируем преимущества и недостатки обучения в средниках в мелких годах России, например, в городе Казан. Преимущества обучения в Газань. Первое. Расходы на обучение и проживание более выгодные, чем в Москве, Санкт-Петербурге и районах. Второе. Сравнительно маленький процент иностранцев, что позволяет создать хорошую языковую среду для обучения. Третье. Ситуация с общественным порядком более стабильная, чем в таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург. Есть гарантия личной безопасности и студентов. Четвертое. В Казахе находятся известные по всей России вузы, Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет, Казанская консерватория и так далее. Эти учебные заведения занимают битное место в мировом рейтинге вузов. Один из недостатков обучения в Казани является первое. Несмотря на наличие в Казани в таких вузах, как ТПУ, Книгу и так далее, количество мест в них ограничено. Выбор специальности заметно меньше, чем в вузах Москвы и Петербурга. В особенности ощущается нехватка вузов медицинской и художественной направленности. Второе. Континентальное расположение Казания и слабый уровень экономического развития определяют сложность при устройстве на работу и невысокий уровень зарплат. Третье. Несмотря на то, что известность Казани выросла за последние годы, но все же еще не достигла уровня Москвы и Санкт-Петербурга. По конкурентной способности Казань еще уступает другим мегаполисам. Четвертое. Транспортная инфраструктура развита слабо. Отсутствует прямое сообщение с Китаем, плохо развито сообщение с людьми городами. Ну, теперь несколько рекомендаций касательно привлекательных студентов КФУ. Во-первых, следует наладить сотрудничество в области образования со школами и вузами КФУ. Городов третьей и четвертой линии Китая, например, провинции Куна, Сычуан, Хайна и Докзаре, для повышения узнаваемости КФУ. Во-вторых, по мере возможности учредить стипендию для студентов-иностранцев, для повышения привлекательности среди зарубежных учащихся. В-третьих, вуз может наладить сотрудничество с местными предприятиями, ведущими внешнеэкономическую деятельность, для предоставления иностранным студентам возможность практиковаться и получить опыт работы. Несмотря на то, что обучение в России пока не столь популярно, как обучение в США и Европе, но по мере укрепления связи между Китаем и Россией, взаимоотношения двух стран становятся все более теплыми, и российские вузы активно проводят мероприятия по привлечению китайских студентов. В будущем взаимоотношения Китая и России в образе образования за рубежом вернутся в стадию медового месяца, и Россия станет центром притяжения китайских учащихся. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова